Утро утра, Бокертов. Меня спросили, как сказать на иврите перерыв на завтрак или перекур. Я постараюсь объяснить, как в принципе строить подобные словосочетания. Мы не будем запоминать каждый отдельный вариант какого-то перерыва. Главное понять, как это строится, о чем идет речь. Как базовое мы будем использовать слово овсака. Да, овсака это и есть перерыв. Овсака это может быть перемена, например, в школе между уроками или в университете между парами. Овсака это может быть и перекур. Но справедливо вы сейчас говорите, какая разница, как можно различить, например, если на предприятии есть перерыв на завтрак, а потом через какое-то время перерыв на обед. Понятно, что они будут называться по-разному. Так вот, мы используем слово овсака как базовое. И к этому слову мы будем добавлять слово уточнение. Например, я хочу сказать перекур. Каким образом принято это говорить в обычной речи, в разговорном иврите? Я беру слово еще сигаре. Сигаре это сигарета. И так как у нас здесь два слова, которые образуют то, что в иврите называется смехут, особое сопряжение, я хочу сказать перерыв, сигареты, сигаретный перерыв. И при этом первое слово, овсака, оно заканчивается на гэй и звук а. И по правилам образования вот этого сопряжения мы гэй меняем на тав. И у нас получится овсакат сигарея. Что мы переведем как сигаретный перерыв. Перерыв на сигарету. По смыслу будет перекур. Овсакат сигарея. Теперь мы можем сказать, что не все на самом деле курят. И перекур это как-то условно. Если в русском языке может быть звучит перекур. И это подходит всем. То те, кто борются с курением. А я, например, не курящий. И мне не нужна овсакат сигаря. А мне нужен перерыв, например, на чашечку кофе. Как мы это назовем? Овсакат кафе. И это будет перерыв для того, чтобы выпить кофе. Если, например, кто-то скажет, что я не пью кофе. Мне нужен перерыв, чтобы попить чай. Мы, соответственно, можем сказать овсакат тэ. И это будет чайный перерыв. Если, например, делается перерыв для того, чтобы съесть торт. У кого-то день рождения. Это может называться на предприятии овсакат уга. Уга это торт. Или, например, овсакат угиот. Угиот это печенье. То есть любые слова по ситуации можно использовать. Вас все поймут. И это будет довольно красиво звучать. Понятно, что в каждом коллективе существует свой словарный запас. Какие-то свои обороты. Что-то нравится, что-то не нравится. То есть это все индивидуально. Но, в принципе, вас поймут. Теперь, как сказать завтрак. В принципе, завтрак на иврите это арухат, бокер, трапеза, утра. Утренняя трапеза. Если со словом овсака, чтобы не говорить длинно, не говорить три слова, можно сказать овсакат, бокер. И это будет утренний перерыв. Подразумевается, в том числе, перерыв на завтрак. Мы можем сказать, например, авсакат эйрэв. Эйрэв это вечер. И мы, соответственно, получили перерыв на ужин. Или вечерний перерыв. Если мы скажем авсакат цогораем, то у нас получится обеденный перерыв цогораем. Это полдень. Время обеда. Авсакат цогораем. Но бывают ситуации, когда это не обязательно связано с утром, или вечером, или днем. Например, кто-то работает ночью, и ему тоже нужно время для того, чтобы поесть. Как мы это можем назвать? Мы можем назвать, например, авсакат охэль. Охэль это еда. То есть перерыв на еду. Или авсакат аруха. Перерыв на трапезу для приема пищи. Все, что приходит в голову, все может быть использовано. И еще раз я подчеркну, что в каждом коллективе будут приняты какие-то свои определения. Например, если в коллективе работникам не разрешают пользоваться телефонами по каким-то причинам, и предоставляют им перерыв для того, чтобы поговорить по телефону, то, соответственно, этот перерыв может называться авсакат телефоне. Перерыв для телефон. Телефонный перерыв. Перерыв для телефонных разговоров. Если, например, вдруг там на предприятии устраивается перерыв для организации общего собрания. Собрание это ешива. То, соответственно, этот перерыв могут назвать авсакат ешива. Я напоминаю вам, что в случае, если речь идет о конкретном перерыве, вот сегодня, то можно добавлять определенный артикль перед вторым словом сопряжения. Перед первым словом сопряжения артикль никогда не добавляется. И у нас, например, получится авсакат а ешива. Или, например, авсакат а кафе. И мы поймем, что это вот этот кофейный перерыв. Перерыв на чашечку кофе. Я надеюсь, я вас не утомил. Я надеюсь, что это было понятно. И я сейчас устрою себе авсакат кафе. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Лейтраут. До свидания.